Истории вынужденных переселенцев это всегда трагедия, в основе которой разрушены судьбы и надежды. Закарпатский регион ежедневно принимает несколько тысяч беженцев. В основном это женщины с детьми. Первыми их встречают волонтеры. Быть волонтером в Закарпатской области не только почетно, но и весьма ответственно. Ведь людям, которые пришли работать в благотворительные организации, приходится через сердце пропускать все жизненные истории перемещенных граждан. Здесь, в волонтерском центре, вынужденным изгнанникам из родных областей, где постоянно идут обстрелы и бомбежки, помогают найти укрытия, предоставляют горячее питание, лекарства и одежду. Приехавшие люди тоже подключаются к работе добровольцев. Причем не только взрослые, но и дети. Главным в этой команде стал местный житель, ученик седьмого класса Сергей Волочинский. Он начинал с того, что помогал маме и другим благотворителям сортировать одежду и продукты, а потом перешел работать на кухню. Сейчас рядом с ним трудятся почти 10 детей от 9 до 17 лет. Анастасия Черныш вместе со школьницей Ксении и еще двумя дочерями 3 и 6 лет приехала из Киева. Ситуация с обстрелами города усугублялась с каждым днем. И женщина решила не медлить, чтобы сохранить психическое здоровье и жизнь детей. Мы очень хотим верить, что это в скорейшем времени закончится, потому что мы буквально на сумках, чемоданах, чтобы скорее вернуться домой. Все очень ждем, и детки, и мы, и готовы поднимать нашу страну, чтобы все у нас было хорошо и верим, что так и будет. Главное всем, как мы говорим, вернуться, обняться живым и здоровым. И все мы сможем. 9-летняя Ксения стала самым юным волонтером этого центра. Вместе с другими детьми она готовит напитки, угощает тех, кто посещает этот центр. Работа несложная, но больше всего девочка мечтает вернуться домой. Вот когда приедешь домой, что сначала сделаешь? Одному у всех домашних животных, папу и бабушек. Здесь, в Мукачево, у Ксении произошло маленькое чудо. Она встретилась со своим тренером по бальным танцам прямо в волонтерском центре. Но возобновить занятие хореографией у девочки не получится. Мужчина привез в безопасное место свою семью, но готов идти в армию, чтобы защищать свой край. Сам он родом из Сумской области. Я сам офицер запасу, також был в военкоматі, тут став на облік, пока сказали ждать вызову. Обстановка, знаете, очень бентежная. Николай не мог подумать, что мою родную Сумщину, мою мальовничную Сумщину, яку я всем сердцем люблю, будуть так нищити, так и нивычити. Не ожидали, что их дома и школу будут бомбить, и два юных брата-волонтера из Борисполя, Киевской области. 14-летний Влад и 11-летний Дмитрий. Они находятся в Закарпатской области вместе с мамой чуть больше недели. Женщина работает на волонтерской кухне, а мальчики присоединились к детской волонтерской команде. Младший Дима очень любит шинковать овощи. Не исключает, что в будущем станет профессиональным поваром. Это занятие отвлекает его от пережитых во время бомбежек дней. Были взрывы, мы спали в подвале, мы слышали, как что-то взрывается, будто танки стреляют. И были грады, и ППО стреляло. Страшно было? Да. Слава Богу, подвал у нас был оборудованный, и все было тепло благодаря папе, маме. Старший из братьев Влад мечтает о карьере ресторатора. Но не исключает, что будет развивать себя как блогер. Эти мальчики верят, что их мечты сбудутся, и они вернутся к учебе в школе своим увлечением. А пока, как могут, помогают своим ровесникам и взрослым. И вынуждены вместо уроков в классе познавать страшные уроки, которые им преподнесла война. Волонтерские организации работают по всей Украине. Объединить их в единое движение предложил президент страны Владимир Зеленский. А парламентарии вынесли законопроект, согласно которому за продажу гуманитарной помощи грозит уголовная ответственность. Лина Миронова специально для CJTN.